В чем встречать Новый год, какие угощения подать к столу и что подарить друзьям и близким? Этими вопросами все чаще задаются россияне. В списке расходов у многих из нас есть еще одна строка – пиротехнические изделия. На что обратить внимание при их покупке, знают в отделе надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ниньскому округу. Сотрудники ведомства ежегодно проверяют объекты реализации, хранения, пиротехники и проводят профилактическую работу с владельцами торговых точек. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. В час пик заходим в один из магазинов, где продаются пиротехнические изделия. Сразу обращаем внимание на витрину, где представлены данные товары. Витрина закрыта, то есть доступа для покупателей прямого нет. Вместе с сотрудником отдела надзорной деятельности в профилактическом мероприятии участвуют уполномоченные по правам предпринимателей в НАУ и представители регионального отделения партии «Единая Россия». У нас реализуется партийный проект «Народный контроль». И мы в рамках реализации этого партийного проекта обширяем общественный контроль за продажей новогодних фейерверков и их безопасности. Прежде всего распространение, чтобы не продавали детям. Продавец этого магазина нас заверил, что петарды и прочие атрибуты Нового года продают исключительно лицам, достигшим 18 лет и старше. – Детям продаете? – Нет, с сроку 18 лет. – С 18 лет, да? То есть соблюдаете, да? – Конечно. – Паспорт привезете? – Конечно. – А попытки дети приходят, попытки спрашивают? – Конечно, бывают. – Бывают, да? – В основном петарды. – В основном петарды, да? – Да. – Очень хорошо, что вы отказываете им. На пиротехнические изделия в магазине имеются сертификаты, посмотреть которые вправе каждый покупатель. Кроме того, при покупке пиротехники продаёц выдаёт памятку по соблюдению мер безопасности. – Выдаём вот такие вот инструкции людям. – А, то есть у вас же параллельно есть? – Конечно, да. Чёрно-белый, но читаем. Особое внимание при выборе пиротехники сотрудники МЧС советуют обратить на целостность упаковки и сроки годности товара. – Чтобы не было просроченной пиротехнической продукции, чтобы производитель был добросовестный. Дальше уже ответственность ложится полностью на плечи населения, когда они используют пиротехническую продукцию. То есть нужно выбрать правильно место. Место должно быть максимально освобождено от зданий, подальше от зданий, от автомобильной техники. Не поленится вверх посмотреть линии электропередач. Выбрали место. И также нужно очень подробно и внимательно ознакомиться с инструкцией. Чтобы несчастный случай не произошёл с вами или с вашими близкими, а также чтобы не испортить праздник окружающим, используйте пиротехнику строго по назначению и с соблюдением элементарных требований безопасности. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север».